В сквере на пересечении улиц Авроры и аэродромной праздник Масленицы прошел впервые. Жители ближайших домов рады новому пространству для прогулок, встреч и проведения мероприятий. Здесь был рынок большой, грязный, ничего здесь не было. Очень большое спасибо за благоустройство. Сейчас очень активно участие принимают и гуляют родители с детишками, фонтан очень хороший, спортивные сооружения. Более 12 тысяч жителей проголосовали за благоустройство сквера на пересечении улиц Авроры и аэродромные. Здесь, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» появился ухоженный сквер с фонтаном, спортивными тренажерами, зонами для отдыха и прогулок. В 2022 году общественные территории советского района также претендуют на благоустройство. Как только у нас откроется пункт голосования, как только у нас появится электронное голосование, у нас будут работать волонтеры, будут определены места. И я думаю, что наши жители советского района тоже проявят здесь свою активность. Еще одно пространство, которое преобразилось в 2020 году – сквер Речников в Куйбышевском районе. Здесь появились зоны отдыха, детские горки в форме кита, подводные лодки и маяка, батуты, мультиплощадка для игровых видов спорта. Жители здесь очень с инициативой выступают постоянно, так же, как и по сквере Речников. Как вы видите, здесь очень классно. Весь народ, практически Куйбышевский район собирается здесь. А сейчас есть где с детьми погулять. Много разных горок для разных возрастов. И горки, и качели, то, что хорошее освещение. Провожали зиму и в противоположном конце Самары. Александр Андриенко живет во дворе поселка аэропорт Смышляевка более полувека. Говорит, заехал практически в пустой двор, состоявший лишь из двух домов. Со временем застройка уплотнилась, но о благоустройстве речь не шла. И только в 2019 году все изменилось. Жители приняли участие в программе формирования комфортной городской среды. Сами вносили пожелания в дизайн-проект преображения своего двора. Вот полностью эта площадка тут, детская площадка тут. Ну, здесь бездорожье было, мусор, грязь. А сейчас это, в общем-то, народ гуляет по вечерам тут началась. Тусовка. Население, в общем, ну, довольно, в общем-то, лучше, конечно. Сегодня этот большой двор стал местом притяжения всей Смышляевки. Площадь позволяет. Здесь часто звучит музыка и проводят концерты. В день широкой Масленицы сюда приехал фургон с мобильной сценой. Эти районы, которые сейчас преобразуются, да, и которые для нас создают эту комфортную зону, они как нельзя лучше подходят для реализации нацпроекта культура «Автоклуб». Потому что здесь на праздник приходят люди, после праздника они также могут остаться на площадке, погулять с детьми, поиграть, просто провести место в хорошо оборудованном дворе. Преобразить свой двор есть шанс у каждого самарца. Уже скоро стартует голосование за территории, которые благоустроят в 2022 году. Благодаря активности жителей будет определена территория, которая будет благоустроена в следующем году. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Голосуйте за свои территории, не упустите свой шанс на благоустройство. В голосовании онлайн примут участие сами самарцы. По его результатам сформируют перечень территорий для благоустройства на следующий год. Виктория Шарая, Мария Левина, Никита Колосов, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.